Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Специальная комиссия проверила городские пляжи. Разметили по ГОСТу. В Самаре обновляют дорожную разметку. Бэби-бум в Самарском зоопарке. На свет появились волчата, ослик и пони. В Санкт-Петербурге продолжает свою работу 20-й международный экономический форум. Он объединяет бизнесменов, политиков и финансовых экспертов со всего мира. По количеству и результативности деловых встреч Самарский регион в лидерах. Губернатор Николай Меркушкин провел десятки деловых переговоров с федеральными министрами и руководителями крупнейших корпораций на форуме. Подробности в нашем сюжете. Петербург в эти дни стал деловым центром мира. 20-й международный экономический форум объединяет бизнесменов, политиков и финансовых экспертов 125 стран. Здесь постоянно ведутся деловые переговоры, проходят деловые встречи и буквально каждую минуту подписываются деловые соглашения. В работе форума участвуют делегации из Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным. Глава региона в числе самых востребованных губернаторов. К нему постоянно подходят представители бизнес-структур, заинтересованные в укреплении деловых связей с Самарской областью. Как результат, рабочая программа губернатора в первый день форума получилась очень насыщенной. Деловые встречи шли практически без перерыва. Есть основания полагать, что мы будем иметь реальные конкретные результаты, но они уже есть по большому счету. Ну и дальше, в том числе от тех многих встреч, которые прошли не то что на ходу, но не запланированные заранее. Именно в этом и заключается отличительная особенность экономического форума. Зачастую неофициально в кулуарах первые лица договариваются о крупных контрактах и инвестиционных проектах. Например, ожидая официального подписания очередного соглашения, Николай Меркушкин переговорил с председателем правления ОАО «Новотек» Леонидом Михельсоном. Обсудили планы строительства в Самарской области крупного завода по выпуску комплектующих для нового крупного химического производства, построенного на севере страны. Дополнительный миллиард на строительство Фрунзенского моста региону может принести встречу губернатора с министром транспорта Максимом Соколовым. И подобных примеров десятки. Николай Меркушкин – один из самых активных руководителей российских регионов, и потому таким количеством плодотворных официальных и кулуарных встреч могут похвастаться далеко не все российские губернаторы. Сегодня Николай Меркушкин участвует в пленарном заседании форума. Обращаясь к участникам встречи, президент страны подчеркивает – Россия смогла преодолеть кризисные явления в экономике. Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы, существенно сократился отток капитала. По сравнению с первым кварталом 2015 года в пять раз снижается и инфляция. Президент поднимает тему подготовки кадров для российской экономики и вопросы, связанные с работой вузов и их взаимодействием с производством. Губернатор Николай Меркушкин отмечает – многое из того, о чем говорит президент, уже реализуется в Самарской области. В целом Самарская область демонстрирует высокую активность на форуме. В контактах с Самарским регионом заинтересованы крупнейшие российские и зарубежные компании. К примеру, в четверг руководство ПАО «Сбербанк» в присутствии десятков журналистов федеральных и иностранных СМИ заключило соглашение с крупнейшими отечественными компаниями, федеральными министерствами и правительством Самарской области. А Николай Меркушкин стал единственным губернатором, который поставил свою подпись под документом в серии этих соглашений. Напомним, 16 и 17 июня губернатор провел рабочие встречи с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Олег Первым, президентом НК «Руснефть» Игорем Сечиным, председателем Совета директоров ПФК «Система» Владимиром Евтушенковым, владельцем ГК «Базовый элемент» Олегом Дерипаской, гендиректором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым и старшим вице-президентом, главным инженером ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем. С большой долей уверенности можно сказать, что в долгосрочной перспективе два рабочих дня губернатора, проведенные на площадке экономического форума, принесут Самарской области серьезные экономические дивиденды. Лариса Шалафаст, Марина Матвейшина, События. В Уфе сегодня проходит форум лучших муниципальных практик. По словам генерального директора Союза российских городов Александра Игнатьевой, следующий юбилейный пятый форум может пройти в Самаре. На форуме работает наш корреспондент Олег Зверев. Ему слово. Одним из первых на пленарном заседании прозвучал доклад главы Самары. Олег Фурсов рассказал об успешном опыте взаимодействия с городами-партнерами. Таковых у Самары 24, в том числе в дальнем зарубежье. Наиболее важные для Самары побратимские отношения с болгарским городом Старозагора. В этом году в Самаре проходит целый ряд мероприятий, посвященных юбилею российско-болгарской дружбы и братских отношений с городом Старозагора. Установление крепких дружеских связей между отдельными городами помогает обеспечить интегрированность нашей страны в мировую экономическую, правовую, культурно-образовательную среду. Делает возможным более активное развитие экономики, способствует внедрению новых технологий, сохранению и приумножению культурных ценностей. Мы видим, что вне зависимости от политической ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры, которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают друг к другу и продолжают дружить. Это и есть так называемая народная дипломатия. Еще один принципиально важный для Самары партнер – Штутгарт. Особенно важным является университетское сотрудничество наших городов, что очень важно для аэрокосмической отрасли. Вообще, в нынешней непростой международной ситуации именно народная дипломатия может стать основой делового и культурного сотрудничества стран. В этом году у Самары появился еще один партнер – южнокорейский город Тхон Йон. В рамках работы форума подписано соглашение о сотрудничестве между Самарой и Тхон Йоном. Делегация приехала на форум по приглашению мэров Самары и Уфы. Вообще, то, что форум проходит в столице Башкортостана, имеет важные значения для тех, кому важно перенять опыт. Уфа реализует более 20 успешных муниципальных практик, многие из которых отмечены наградами на федеральном уровне. А сам город выглядит как европейская столица. Эти и многие другие наработки стали темой работы секса и круглых столов. Самарские участники рассказывают о своем опыте, но не менее важно изучить, как решаются вопросы развития в других городах. Вот такой сборник лучших муниципальных практик издан к проведению форума. Это, по сути, набор методических рекомендаций, как сделать жизнь в своем городе так, чтобы потом стать примером для других. О том, что эти наработки могут изменить облик городов, а значит и в целом страны, говорил на открытии форума президент Союза Российских Городов Станислав Машаров. Основной задачей нашей площадки в этом году будет опробирование механизмов внедрения лучших муниципальных практик. На форуме будет работать 12 секций, среди которых культурная самобытность, идентичность российских городов, успешные передовые технологии в разработке и реализации муниципальных стратегий, ЖКХ «Новое качество жизни» и другие. В этом году форум приобрел статус международного. В нем принимают участие делегации 68 городов, в том числе представители Китая, Великобритании, Южной Кореи и Республика СНГ. Союз Российских Городов – одна из старейших авторитетных организаций. Задача нынешнего форума – изучить наиболее успешный опыт в экономике, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, культуре и многих других сферах жизни городов и районов страны, для того, чтобы потом реализовать их на своих территориях. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Уфа. В Самарской области на Мастрюковских озерах проходит молодежный форум «Иволга». Образовательные программы, творческие мастер-классы и, конечно, конвейер проектов. Участники получают ценные знания и возможность реализовать даже самые смелые амбиции. В том, что за 10 дней можно научиться водить самолет и даже стать президентом, убедилась Алина Чемерес. Удобный настил на полу. Для колясок это очень даже великолепно. Он поднят в этом году над землей на специальных полозьях. Так что если польет дождь, будет с ним несколько дней. Мы не уплывем? Да. Невысокие кровати, просторные помещения, чтобы люди с инвалидностью могли проявить свои безграничные творческие возможности, в полевых условиях создали инклюзивный городок. Эта площадка на «Иволге» работает второй год. На этот раз здесь живут вдвое больше человек. В этом году у нас проведена специальная деревянная дорожка в душе. Сами души усилены со специальными деревянными поддонами, чтобы человеку на коляске было проще перемещаться. В этом году на Мострюковских озерах собрались более двух тысяч участников со всей страны и из-за рубежа. Культурный бум, поколение добра, медиаволна. На форуме представлено 10 смен. Чтобы участники провели время с максимальной пользой, до вечера идут образовательные программы, работают тематические шатры. Шатер-инновации, как всегда, одна из самых интересных площадок. Здесь и 3D-принтер, и макет самолетов, ракет, и даже есть настоящий тренажер для пилотов. На таких и занимаются летчики. Здесь мы видим штурвал. Рядом рычаги управления двигателем, также панели. Панель навигации, панель пилотажная. Взлетная полоса прямо на экране. Ну что ж, полетели? Полетели. Пока одни на образовательных семинарах, другие участвуют в деловой игре. У смены политика встреча с председателем регионального избиркома Вадимом Михеевым. В этом году на Иволге изберут президента форума. Правила, как на настоящих выборах. Сейчас мы попробовали даже собрать просто подписи. И ребята, как вы видели, активно откликнулись. Им было интересно, и как это происходит. Я зарядился просто позитивом, приятным. И если эти молодые лица мы потом увидим в наших органах власти, я буду только рад за нашу страну. Результаты выборов на Иволге станут известны к концу форума. Участники шутят. Насладиться властью народный избранник не успеет, но зато хоть пару дней почувствует себя президентом. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. К наплыву отдыхающих готовы. Специальная комиссия проверила состояние городских пляжей. Оценили все. Оснащение спасательных станций, пляжное оборудование, условия для маломобильных граждан. Андрей Трой увидел, как это было. Солнце, воздух и река – лучшие летние друзья самарцев. Конечно, если от солнца есть защита, а вода в реке чистая. Спасательные посты на всех городских пляжах были установлены в срок – 15 июня, согласно постановлению администрации города. Эту дату считают началом купального сезона, потому что отдыхающие под контролем спасателей. Параллельно завершается благоустройство самарских пляжей и проводится их приемка специальной комиссией. По результатам осмотра будет выдан акт технического свидетельствования на эксплуатацию пляжей, который дает право с этого момента считать, что пляжи готовы к тому, чтобы они были введены в эксплуатацию, и пребывание людей на этих пляжах в данный момент безопасно. Серьезных нарушений комиссия, проводившая сегодня осмотр пляжей на первой и второй очередях набережной, не выявила. На месте устраняются мелкие недочеты, как, например, изменение расположения навесов грибков, мешающих наблюдению и выходу спасателей на воду в случае необходимости. В итоге оба пляжа успешно прошли техническое освидетельствование. Но первый акт был выдан еще 15 июня, когда приняли новый пляж на Мострюковских озерах. Он работает в периоды проведения форума Иволга и Грушинского фестиваля. Всего в этом году 9 пляжей, где устанавливается 1700 единиц оборудования, в том числе кабинки для переодевания, скамейки, теневые зонты, мусорные баки. Традиционно подведена вода для мытья ног. На пляжах будут работать около двух десятков биотуалетов. Оборудованы детские зоны с ограждениями. Ориентировочно на 21 июня намечено открытие специализированного пляжа для маломобильных групп населения на набережной под Некрасовским спуском. Но главное налажена работа спасателей, которые досконально знакомы с рельефом дна. Они дежурят на всех линиях пляжа во взаимодействии с областной поисково-спасательной службой. Всего будет работать, работает ежедневно в смене 50 спасателей. По всем восьми пляжам и в настоящее время на фестивальной поляне, где проходит молодежный форум Иволга, работает также пляж. Все спасатели уже работают не первый год, постоянно сдают перед началом работы, сдают зачеты официально и проходят обучение, инструктаж. Работают в целом добросовестно и спасли очень большое количество людей. В четверг спасатели на пляже Уладьи вытащили из воды нетрезвого молодого человека, который едва не утонул. Оказали помощь и отправили на обследование в больницу. Сегодня им тоже не пришлось скучать. Правда, помощь понадобилась не пловцу, а велосипедистке, которая неудачно затормозила. У меня надо было рану обработать, у меня ничего нет своего. Еще пока начало сезона велосипедного. Я еще наблюдала несколько дней назад, как устанавливали песок, такой красивый, в этом году привезли. Отлично, все. Представители администрации отметили, что сегодня получили результаты очередных проб Волжской воды в районе пляжей. Ее химсостав полностью соответствует всем санитарным нормам. Самарцы могут купаться спокойно под присмотром спасателей. В случае ухудшения качества воды спасатели вывесят черный шар и установят предупредительный аншлаг. Желтый флаг – свидетельство того, что в данном месте принимать водные процедуры можно без опаски. Андрей Трой, Станислав Левин, События. Разметили по ГОСТу. В Самаре полным ходом идет обновление дорожной разметки. Этой ночью работы велись на пересечении улиц Киевска и Тухачевского. Применяется для этого один из самых передовых материалов – термопластик. Специалисты его ценят в первую очередь за долговечность. В чем секрет его стойкости, выяснила Валерия Макарова. Только так кажется, что нарисовать линии пешеходного перехода проще простого. В этом деле нужно быть не только художником, но и математиком, чтобы вывести ровные полосы и соблюсти все пропорции по ГОСТу. Следят буквально за каждым сантиметром. Качество разметки после проверит госавтоинспекция и комиссия из профильного департамента. Термопластик, из которого сделана разметка, – материал проверенный. Им в Самаре пользуются уже три года. Там есть битум. Он тоже разогревается. И в момент нанесения сцепление с поверхностью асфальта лучше. Он, можно сказать, впитывается прямо в эту поверхность и держится. Функциональная долговечность возрастает в разы. Нанесенную краской разметку нужно было бы обновлять каждые три месяца. Термопластик держится год. Благодаря светоотражающим шарикам, которыми покрываются полосы, их видно даже ночью. Бывает, что человек слабовидящий. Поэтому, когда дорожная разметка полустерта, это неудобно. Когда она яркая, новая, то, конечно, и город смотрится красивее, и людям более комфортно самим. К разметке Самарских улиц приступили с 31 мая. Однако некоторые виды работ выполнили еще раньше. Первый этап, когда нанесение разметки, это мы, 59 мая, проводили покраску улиц, прилегающей площади Куйбышево, самой площади Куйбышево, стичь на Волжского проспекта и набережной. Кроме непосредственного контракта по нанесению линии дорожной разметки, разметка предусмотрена во всех работах по комплексному ремонту улиц. Нанесить разметку будут и на тех дорогах, что ремонтируют картами по мере их готовности. К началу учебного года особое внимание обратят на разметку около образовательных учреждений. Всего же объем работ составит 40 тысяч квадратных метров. Половина из этого – пешеходные переходы. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Всероссийская сельскохозяйственная перепись начнется 1 июля и продлится до 15 августа. Такая масштабная перепись проходит раз в 10 лет. Этим летом почти 800 переписчиков придут корреспондентам, физическим и юридическим лицам, собственникам или арендаторам сельских земель. Объектов переписи больше 300 тысяч, в основном это фермерские хозяйства, около 26 тысяч частных участков и больше 500 организаций. Последним переписчиков ждать не нужно. Сельхозорганизации должны самостоятельно заполнить переписные листы и предоставить их в Самар-Стат. К остальным в гости придут специалисты. У переписчика обязательно должен быть вот такой документ. Это удостоверение переписчика. Оно действительно только при подъявлении паспорта. Также у переписчика может быть светоотражающий жилет с надписью Росстат. Кепка, бейсболка, козырек. Светоотражающий браслет. Непременный атрибут его. Это специализированная сумка, где в особом порядке лежат материалы переписи. В ближайшее воскресенье в России отметят День медика. Недооценить важность этой профессии невозможно. Наши корреспонденты сняли серию портретных сюжетов о самых талантливых врачах Самарской области. Благодаря этому человеку на свет появился не один десяток самарцев. Врач-акушер-гинеколог Владимир Дурасов разработал уникальную методику, которая помогла сотне женщин стать мамами. Труд Владимира Дурасова оценил президент России Владимир Путин. Семилетний Тихон и годовалая Маша пришли с мамой к доктору. Но не на прием, а чтобы в очередной раз сказать спасибо. Методика лечения, которую разработал гинеколог Владимир Дурасов, помогает женщинам забеременеть, выносить и родить долгожданных детей. Конечно, волнения очень много было, тревог. Конечно, все это ждали, как хрустальную вазу левели. Конечно, очень много было волнений. Это был шок. Ну, шок радости такой, так скажем. Мужа очень обрадовала, когда я пришла сюда, спросила вас, ну что, я говорю, все хорошо. Он говорит, кто, девочка? Я говорю, нет, мальчик? Нет. Он говорит, а кто? Я говорю, две девочки. То есть это, конечно, была двойная радость. Больше 30 лет Владимир Дурасов работает врачом. Пятая медсанчасть Кировского района давно стала вторым домом. Именно здесь он провел сотни операций. Благодарность за свой труд от президента России Владимира Путина заняла почетное место на рабочем столе самарского доктора. А в сердце он хранит память обо всех пациентках, которым он помог. Я помню каждую пациентку, которую я оперировал. Когда бы я не выполнил операцию 20-30 лет назад, если я ее увижу, я ее всегда вспомню. Она навсегда оставляет след в моем сердце. Но также и забирает часть нашей души. И поэтому говорят, что хирург, светя другим, сгорает сам. 10 минут на интервью и опять в операционную. Спасать жизни, лечить женщин, которые так страстно желают стать матерями. Коллеги в один голос говорят, награда Владимира Дурасова заслуженная. Он врач с большой буквы и человек огромного сердца. Он профессионал, большой профессионал, с большим опытом. И, конечно, у него есть чему поучиться, есть к чему прислушаться. И это очень сильно помогает ему в работе. Делать свое дело, быть грамотным и чутким. Не зря говорят, что врач – это не профессия, а призвание. И лучшая похвала – это слова благодарности от пациентов, которые уверены, что доктор Дурасов умеет творить чудеса. Мариана Мирная, Игорь Растегаев, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре автомобиль сбил велосипедистку. Авария произошла на Пугачевском тракте при повороте налево в сторону Саратовского переулка. Нарушитель скрылся с места ДТП, не оказав девушке помощи. Она самостоятельно обратилась в больницу. Сейчас полиция разыскивает водителя. Доходы работников сферы образования достигли уровня средней заработной платы в Самарской области. За первый квартал 2016 года средняя зарплата учителя в школе составила чуть больше 27 тысяч рублей в месяц. Воспитатели в детсадах получили в среднем по 26 тысяч. У педагогов, вузов и научных сотрудников порядка 35 тысяч рублей в месяц. Жители Самарской области подозревают в мошенничестве с продажей автомобилей на 5 миллионов рублей. Мужчина открыл в Москве автосалон, который проработал две недели. Клиентов завлекали низкими ценами. Никто из покупателей так и не дождался оплаченных машин. Возбуждено уголовное дело. Театр-студия «Грань» в третий раз получила гран-при фестиваля театров малых городов. В конкурсе участвовала премьера этого сезона – спектакль «Корабль дураков» по мотивам средневековых французских фарсов. Колыбельная для Софьи Алексея Писегова получила вторую награду как лучший спектакль большой формы. В следующем сезоне «Корабль дураков» будет показан на сцене театра «Наций в Москве». В выходные в Самарской области сохранится жаркая погода. В субботу в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В ночные часы столбик термометра опустится до 15-20 градусов. Днем поднимется до 32. В воскресенье столбик термометра останется на той же отметке. По информации Гидрометцентра России, вторая декада июня ожидается в среднем на 2 градуса теплее средних многолетних значений. Бэби-бум в Самарском зоопарке. На свет появились волчат, осленок и пони. При этом только на прошлой неделе горожанам показали новорожденных енотика и струсенка. Многие малыши уже обживают собственные вольеры. Познакомиться с ними отправилась и Валерия Макарова и успела прямо к часу купания в зоопарке. Пока черные лебеди завистливо поглядывают из-за заборчика, в их пруду плещется волчонок. Это один из двух детенышей канадских волков. Такая же взрослая серо-черная расцветка у малышей появится только через полгода. От родителей волчат забрали в месячном возрасте и сейчас они обживают собственный вольер. Щенков сотрудники зоопарка назвали Вита и Радар. Последнего за то, что частенько крутят ушами в разные стороны. Так они, конечно, еще боятся всех. То есть даже тех, кто с ними занимается, когда их начинаешь брать, они не очень хотят. И вот огрызаться немножко начинают. Потом уже, когда разыграешь с ними, то нормально. Еще одно прибавление у копытных. В соседних вольерах с разницей в месяц на свет появились осленок и пони. От матери же ребята зависимы гораздо дольше, чем волчата. Вместе они пробудут целый год. Мамы детей своих защищают, особенно пони. Она, то есть, к нему приблизиться вообще не дает. Она сразу перегораживает, кусается и пинает. С лицей еще более-менее как бы можно подойти. Этот год для Самарского зоопарка удачный как никогда. Детишки появились у страусов, леопардов, енотов, но больше всего порадовали, конечно, копытные. Потому что у семьи пони и осликов, реже ребята появились в первый раз. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Андрей Маколов – живой пример для подражания. 18 лет. Он уже мастер спорта и чемпион Европы. Для юниора такая встреча с начинающими спортсменами первая. Чтобы достичь успеха, признается он и ребятам, нельзя жалеть себя, нужно упорно работать. Думал, что буду более зажат, потому что первый раз. Но оказалось не так. Мне понравилось работать с детьми. Мастер-класс начался по всем правилам. Потом с разминки. Затем ребята осваивали новые элементы на брусьях и перекладине. Для них такие тренировки всегда в радость. Поэтому юные спортсмены старались произвести впечатление на чемпиона. Опыт помогает. Новые фишки я, конечно же, беру. Беру внимание то, что он говорит, и пытаюсь сделать как он. Провести мастер-класс мастеру спорта Андрею Маколову помог его тренер Евгений Николко. У последнего, кстати, занимался знаменитый Алексей Немов. Четырехкратный олимпийский чемпион. Педагог признается, у его нынешнего воспитанника перспективы в спорте не менее радужные. У Андрея Маколову свои фишки есть. Он по характеру легче с ним работать, чем с Немовым. Но он податливый. То есть он слушает все. И я надеюсь, у него тоже большое будущее будет. Андрей Маколов сам еще учится на втором курсе колледжа. И потому после автограф-сессии чемпион Европы поехал сдавать экзамен по математике. Ведь точный расчет в спортивной гимнастике – один из главных составляющих успеха. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск завершен. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова